Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня с вами снова я, Алексей Шубин и рубрика «Джентльменский клуб». Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наши каналы в Телеграм, там интересно. Ссылки есть в описании и, конечно же, смотрите наше видео. Мы продолжаем делать передачи по интересующим вас тем. И сегодня мы остановим свой взгляд на применение жидких и твердых эмболизирующих, рассасывающихся и нерассасывающихся агентах в эндоваскулярной хирургии на основе акрилатов, их производных и других. Рассмотрим преимущества, противопоказания, попытаемся понять, какой эмболизат работает более эффективно и особенности подготовки и использования. Разобраться в этом нам помогут сегодняшние гости, мастера своего дела. Известные доктора в мире онкорадиологии это Тарханов Андрей Андреевич, заведующий отделением рентгенхирургии в Свердловском областном онкодиспансере, член правления АМИРЭС и Погребников Игорь Владимирович, заведующий отделением рентгенхирургии в МИЦ онкологии имени Блохина, кандидат медицинских наук. Ну что, привет, друзья! Привет, Алексей! Сегодня, я думаю, мы первую часть сделаем с тобой, да, Андрей? Да. И ты расскажешь нам про эмболизационные все агенты? Да, люблю эту тему. Так что добрый день, уважаемые коллеги! Алексей, спасибо за приглашение. Ну, позвольте мне начать. Тема, которую меня как раз попросил Алексей сегодня озвучить, она одновременно и простая, и крайне затруднительно, потому что говорить о ней можно часами, а все равно времени не хватит. Поэтому начнем мы сегодня наш разговор с такой обобщенной темы эмболизирующие агенты, или, как я называю, презентацию эмболизирующие агенты, или выбор радиолога, или страдания радиолога. И начать мне бы хотелось предварить презентацию словами о том, что, как известно, дьявол кроется в мелочах, поэтому как раз понимание многих нюансов, оно требуется для того, чтобы успешно выполнять последующие интервенции, то есть для того, чтобы разбираться уже с более сложными клиническими вопросами. Я надеюсь, Игорь сегодня нам как раз покажет какие-то клинические кейсы, клинические примеры, но все-таки надо начать разговор с какой-то общей темой, а именно поговорить о самом инструменте, о том оружии, которым мы вооружены. И, соответственно, первый вопрос, все мы любим классификации, первый вопрос это какая у нас есть классификация эмболизирующих агентов, то есть я привык пользоваться этой классификацией, когда все эмболизирующие агенты делятся по своему типу на механические агенты, куда попадают экклюзионные баллоны, отделяемые спирали, отделяемые баллоны, плаги. Следующая большая группа это микрочастицы, сюда попадает гемостатическая губка, калиброванная микросфера, насыщаемые частицы. Много разговоров сейчас опять возникло про шовный материал, но это, как известно, все новое, это хорошо забытое старое, я думаю, Алексей тоже это прокомментирует, потому что он здесь, наверное, сегодня выступает иксакалом, самым опытным рентгенхирургом нашего сегодняшнего клуба. И следующая большая группа это жидкоэмболизирующие агенты, которых тоже на сегодняшний день придумано громадное количество, и сюда уже попадают рассасывающиеся, нерассасывающие жидкоэмболизирующие агенты, а именно склерозанты, тромбин, масляные контрастные препараты, производные цианоклеролатного креа МБСА, а также различные виды ЭВОХ и ФЕМОСа полимеров. В первую очередь мне бы хотелось сказать, что вообще в принципе на сегодняшний день можно выделить следующие актуальные тренды и следующие актуальные тенденции в периферических эмболизациях и химиэмболизациях, а именно это стремление к суперселективности, профилактика нецелевой эмболии, это уменьшение размера микрочастиц, расширение спектра используемых инструментов, а также повышение управляемости, уменьшение размера микроспиралей. Параллельно наблюдается все больше и больше увеличение частоты использования различных жидких эмболизатов на сегодняшний день. То есть если 10 лет, 15 лет назад, когда мы начинали, когда я начинал работать, я думаю, 15-20 лет назад, в той эпохе, когда Алексей начинал работать, в принципе, еще никто не слышал почти про жидкие эмболизирующие агенты, они только-только где-то в нейрорадиологии появлялись, то на сегодняшний день они уже заняли такую активную большую нишу не только в нейро, но и в периферических интервенциях, в онкологических интервенциях. И почему это произошло, тоже мы сегодня обсудим. И таким образом, постоянно мы видим на рынке появление все новых и новых инструментов, и на сегодняшний день не потеряться в этом потоке новых девайсов становится достаточно затруднительным, поэтому сегодня мы постараемся разобраться, с тем, что происходит на сегодняшний день. Таким образом, первая большая группа – это различные варианты механических агентов, ну и, конечно, начать бы мне хотелось с маленького рассказа про отделяемые баллоны. Это, наверное, первый официальный девайс для эмболизации, который был изобретен в мире, разработан в мире, и нужно отдать долг памяти Федора Андреевича Сербиненко, нашего великого соотечественника, который придумал эти баллоны. Просто, что все началось. Да, собственно говоря, вся нейрорадиология в мире и многие периферические эмболизационные интервенции начались именно с Федора Андреевича Сербиненко. И, насколько я помню, в 2000 году, когда журнал Neurosurgery опубликовал список 10 величайших нейрохирургов 20 века, единственным нашим соотечественником в этом списке был как раз Федор Андреевич Сербиненко, из НИИ Бурденко. И эти баллоны, конечно, определили эпоху, определили развитие специальности. Во многом благодаря именно этому инструменту наша специальность теперь есть тем, что она из себя представляет. И даже я на заре своей работы успел застать эти баллоны, и несколько процедур я даже сделал ими. Конечно, девайс был не во всем идеальным и не во всем совершенным, но тем не менее он был, и многим пациентам он помог. Но, к сожалению, на сегодняшний день этот баллон компании БАЛТ с производства снят и к заказу более недоступен. Следующая большая группа, которая пришла в периферические интервенции, в принципе, и структурных поражений сердца, это группа плагов, которые сейчас уже тоже трансформировались не только в праи, в плаги под крупные девайсы, под крупные катетеры 4-5 франчевые, но и под микрокатетеры. И на сегодняшний день особенно микрососудистые плаги являются, с одной стороны, эффективным устройством для мобилизации во множественных клинических ситуациях, а с другой стороны, мы знаем, что плаг вызывает, наверное, одну из самых быстрых окклюзий сосудов, потому что даже по своей массе, по своей структуре он заменяет собой несколько спиралей. Андрей, микроплаги под микрокатетеры, они на рынке есть, разве на российском? Ну, на российском рынке там была сложная история, наверное, к этому, с этим вопросом лучше обратиться к компании Метроник, потому что, насколько я помню, первые, вообще, в принципе, плаги под нейро, микроплаги, они были зарегистрированы, плаг MVP, компания Метроник, несколько лет назад, но насколько он ушел адекватно в маркет, я, честно говоря, не знаю, потому что он был зарегистрирован, он, скажем, сильно недешевый. С другой стороны, я слышал о том, что компания Microvention имеет, в общем, достаточно серьезные планы о том, чтобы выводить в регистрацию, ну, они планировали, во всяком случае, год или полтора года назад выводить в регистрацию в свой девайс веб, да, то есть тоже, по всем делу, план для эмболизации крупных мешочек, их аневризм. Ну, а мы же прекрасно понимаем, что как только ручеек пробивает дорогу на рынок, потом находится всегда тот человек, который говорит, что, а, нехай, возьму я плак из нейрохирургии и поставлю какому-нибудь пациенту в неотложной ситуации. У нас все сверху идет. Да, я, в принципе, когда это видел, там, в одной из первых стенд-ассистированных эмболизаций почечной артерии у своих коллег, людей, которые меня учили, они делали ее с использованием, не ошибаюсь, солитера, кажется, отбеляемого. Да, то есть мы понимаем, что, там, ретривер для церебральных сосудов, что ему делать в почке, но, тем не менее, он и там может пригодиться. Я думаю, что постепенно у нас будет происходить такое размытие. В принципе, тоже, наверное, предваряя разговор о девайсах, я всегда вспоминаю эту старую шутку из ТопГира о том, что, ребята, вы хотите, в какой машине появился первый ремень безопасности, в Mercedes S-классе, в какой машине появился первый круиз-контроль, в Mercedes S-классе, где появился первый адаптивный свет, в Mercedes S-классе. То есть, если вы хотите узнать, что будет в каждой машине через 20 лет, купите сегодня Mercedes S-класса, да? Примерно такая же ситуация на сегодняшний день с нейрохирургией. Ты хочешь узнать, что будет в любом котлабе через 10 лет, зайди сегодня к нейрорадиологу. И все эти девайсы, они с течением времени появятся у нас, и то же самое будет происходить и с плагами, потому что микроплаги, в отличие от классических плагов, можно доставлять через микрососуды, доставлять достаточно селективно, получать быстрый очень эмболизационный эффект. Это вот как раз пример плага MVP, плага частично покрытого, то есть по ТФЕ мембрана будет ускорять тромбообразование. Как раз здесь приведена одна из первых публикаций доктора Сискина по использованию микроплага в периферическом русле, и он как раз показывает, что это очень классный девайс такого очень быстрого гемостаза. То есть там, где мы раньше тратили несколько спиралей, и там был достаточно большой риск на каждой спирали потерять доступ, например, микрососудистый, сейчас можно поставить один плаг. И они на рынке на сегодняшний день доступны. И, наверное, тот плаг, которым чаще всего пользуемся мы, это классический амплацер, просто было выпущено целое семейство амплацеров для периферических сосудов, их сейчас есть несколько типов, в том числе плаги, которые доставляются через 4-х фрончовый катетер, и, собственно говоря, в размере до 6 или до 8 мм, если я не ошибаюсь. Это уже очень хорошая вещь. То есть если нужно сделать подчас какую-то деструктивную, неотложную амболизацию, перекрыть крупный магистральный сосуд, резко скинуть, резко редуцировать кровоток, мы видим какое-то кровотечение в селезеночной артерии, плаг очень часто является девайсом выбора, если есть хорошая поддержка, чтобы его можно было быстро поставить, быстро решить ситуацию. У него очень интересное есть свойство. У меня была такая ситуация, когда я заэмболизировал, поставил плаг, и я увидел через колтераль пробивающийся кровотечение, мне нужно было либо через колтераль заходить, либо через плаг. Плаг позволил провести под собой 4-х фрончовый катетер. А потом раскрылся обратно. Я говорю, да, то есть плаги вообще... Такой интересный. Да, девайс достаточно хороший и имеющий право на существование. Вторая группа механических инструментов для временной экклюзии – это экклюзионные баллоны. Причем тоже на сегодняшний день на маркете есть как экклюзионные проводниковые катетеры, проводниковые катетеры с экклюзионными баллонами на конце, но это в первую очередь девайсы. Челу? Например, Челу, Момо. Я не помню, кстати. Момо нет сейчас. Уже нет вообще, да. То есть я давно вышел из периферии. Но они были уже давно, и тоже, на самом деле, они же очень многие были разработаны для нейроинтервенции в первую очередь. Это каротиды, это нейроинтервенции. Сейчас они используются для тромбоэкстракции, но опять же, вот мы их любим в ситуациях кровотечения, области голова-шея. Почему? Потому что как бы сходу начинать эмболизировать на голове, на шее достаточно опасно. То есть мы предпочитаем одновременно осуществить и доступ проводниковым, раздуть баллон, сделать ситуацию хоть сколько-то управляемой, разобраться в ситуации, через внутренний просвет сделать ангиографию, а потом уже решать, казнить, миловать, что перекрывать, что не перекрывать. Ну да, конечно, так удобно. У вас, Игорь, как вообще? Вы при ЛГШИ используете баллоны? Для органов головы и шее мы используем баллоны без торцевого отверстия исключительно для перераспределения кровотока в целом. Что цена таких баллонов, она достаточно высокая. Но и опять же у нас идет в основном речь о плановых пациентах, поэтому те ситуации, когда нам выполнить окклюзию, именно экстремные, неотложные разбираться, в принципе, на это время нет, нам хватает обычной диагностики. Поэтому баллон мы используем, представленный в презентации, исключительно для химиоэмболизации печени, так называемый БИТЭЙС, где он получил широкое распространение, что у вас тоже в котлабе он есть, есть и аналог этого баллона. Но это уже вторая группа инструментов. Это как раз, да, Игорь Владимирович немножко вперед даже двинулся. Есть еще группа микрокатетеров сейчас с баллоном на конце, причем микрокатетеров в двухпросветных. Один просвет для дефляции баллона, второй просвет для подведения лекарственного препарата. Но на эту тему вообще на самом деле есть отдельный. Можно отдельно долго разговаривать, потому что есть разные варианты БИТЭЙС, введение лекарственного препарата через торцевой просвет. А в принципе на рынке в Японии особенно еще распространены такие же баллоны с боковым отверстием, которые находятся перед баллоном, то есть максимальнее баллона. Почему? Потому что есть ситуации, когда какая-то мелкая боковая веточка, отходящая от крупного ствола, которую ты закатеризировать не можешь, ты проводишь баллон дистальнее этой мелкой веточки, раздуваешь баллон, делаешь перераспределительный кровоток на опухоль, вводишь через отверстие лекарственное вещество, оно все током крови замывается в опухоль, потом ты сдуваешь баллон и восстанавливаешь кровоток. Но в России эти баллоны пока... А может применяться для ретроградного доступа, например? Это надо подумать. То есть там интересно, да, там можно о чем-то подумать о таком. И в принципе этот девайс тоже достаточно интересный, его пока в России на рынке нет. Он... Ну это японские вот эти вот... Мы как раз на днях обсуждали, извините, что ты перебил похожую пациентку. Извини, это ваша же тема, это химиоинфузии в сетчатке. Да, эти набластомы. К сожалению, на рынке они недоступны, мы выполняем детей, и нам приходится выполнять окклюзию сонной артерии и параллельно вводить в направляющий либо в гайд-катетер, там химиоинфтический агент. Вот. А тут на днях была пациентка с большой сосудистой мальформацией на плече. Ну и после удачной эмболизации эфирентов уже далее представленными материалами остались мелкие коллатрали, которые ты каждый селективно не закатетеризируешь. И вот тут как раз-таки такой баллон мог бы нам помочь разрешить эту историю. Ну, к сожалению, ждем пока... Ну, может быть, что-то появится или кто-то делает. А следующая большая группа механических агентов от Аспирали, я думаю, спирали, наверное, наиболее известны всем нашим коллегам и пользователям девайс. Делятся они на две большие принципиальные группы. Это спирали толкаемые, спирали отделяемые. И вот в этой таблице я попробовал такое по рынку посмотреть крайние позиции, характеристик тех или иных спиралей и попробовал провести сравнение. То есть, ну, понятно, есть диаметр, условно мы их называем макроспирали, спирали, которые используются через диагностический катетер, понятно, есть спирали, используемые через микрокатететер, или микроспирали. Максимальная длина, вот на этой строке я бы попросил сейчас всех сконцентрировать свое внимание, утолкаемых спиралей, самые длинные спирали, которые вообще существуют на рынке, это спирали 20 сантиметров. А отделяемые спирали, самые длинные спирали, существующие на рынке, сейчас я эту таблицу делал года полтора-два назад, и мне казалось, что появилось что-то еще длиннее, у них уже есть спирали 60-70 сантиметров. Андрей Андреевич, извини, а самый большой диаметр? Самый большой диаметр, они примерно одинаковые, то есть по диаметрам витка, ты имеешь в виду диаметр витка, да, да, сформированные спиральными спиральными, они 12-14 миллиметров, и они, в принципе, отделяемые, что утолкаемых, что отделяемых спиралей. Ну, 15-15, я говорю, там 12-14, 15-15. Вот, но мне намного интереснее вопрос длины, почему? Потому что у людей, которые до сих пор отстаивают толкаемые спирали, у них есть один очень четкий аргумент. Толкаемые спирали дешевле, чем отделяемые всегда. Но никто никогда не смотрит на эмболическую емкость. Одна спираль длиной 60 сантиметров, она имеет эмболическую емкость в 3, а то и в 4 раза, на самом деле, больше, чем спираль длиной 20 сантиметров, потому что там даже махрушки, они всегда, нога по концам отсутствует у спирали, да. Соответственно, эмболическая емкость спирали длиной 60 сантиметров, она в 3 раза больше, чем спираль длиной 20 сантиметров. Ну, это так же, как диаметр, да, если там 10-я спираль взять, ну, в нейры, да, и 400-й, ну, как под 21-й микро, который тут там же... Да-да-да, ну, это вот у Пенумбра вот эта история была. Но у Пенумбра она не очень пошла из-за того, что там был стандартный микрокатеттер, и все-таки людям показалось, что там, сколько он был, 2.1 или 2.0 френч? 2.1, по-моему. 2.1, да. Он все-таки был толстоват для нейры. То есть, как я понимаю, там все уперлось. Идея символической емкости у них была очень красивая, очень правильная, но там не выстрелил катетер, потому что вот то, что последние... Цена образования немножко тоже ударило, потому что, ну, я их ставил, они у меня до сих пор есть, но есть такое. Для гигантских это великолепно. Для гигантских великолепно, но если нужно что-то миллиардное, аккуратное сделать, там, конечно, есть некоторые вопросы. И второй важный пункт – это тромбогенность. Ну, понятно, она будет зависеть от типа покрытия спирали, то есть есть спирали без покрытия, и у пенубра, кажется, спирали были без покрытия все, потому что они из нейры, и тоже для периферии это было не очень интересно. А есть спирали, покрытые различными видами материи волокон, как правило, это ПТФЕ волокон, она похожа на мохнатую гусеницу, становится спираль. И третий вариант – это гидрофильный полимер. То есть это или полилоктат, да, разные варианты полилоктатов, которые набухают со времени. Дальше возникает вопрос, что тоже материя и гидрофильный полимер, что лучше, что хуже, единого ответа какого-то нет, потому что материя позволяет добиться более быстрого гемостаза, а полимер все-таки позволяет добиться более плотного, наверное, гемостаза, но медленно. И, соответственно, наверное, гидрофильный полимер, поскольку, опять же, эта история пришла все-таки из спирали из нейро, это история, которая будет более интересна, наверное, для периферических аневризм, как мне кажется. То есть гидрогелевые спирали, они более интересны для периферических аневризм. Однозначно, да. А вот все-таки, если мы говорим про неотложку, про какие-то ургентные вмешательства, про онкологию, это все-таки история больше вот спирали с ПТФЕ, да, то есть вот те же бостоновские спирали, которые работают быстро, хорошо, дают хороший гемостаз, то есть это хорошая история, да. И при этом глобально дальше следующий пункт, по которому мы оцениваем, что к какому типу спирали относится механизм отделения, но это только для отделяемых спиралей, оно может быть полное репозиционирование, то есть когда механический замок нужно каким-то образом сломать или электрический замок нужно сжечь, да. И есть еще такой вариант интерлог, это когда спираль зацеплена механически, ее можно пересложить после 90% освобождения, то есть если она вытолкнута полностью, она уже отстегивается, но это вот тот же Бостон сейчас интерлог использует, а электроотделение у тюрьмовских спиралей, это микровеншиновская система электроотделения, она получает самая дорогая, на каждую процедуру нужна отдельная отделялка, ее нужно стерилизовать, потом... И вариант есть механики, это на самом деле неплохая метрониковская спираль, это спираль кончерта, которая спустилась из нейро, опять же это была спираль Аксиум, которая перешла на периферический маркет, но все равно полностью отделяемая спираль, она всегда дороже стоит, чем интерлог, то есть интерлог по цене находится посередине, между толкаемой отделяемой спиралью, а по механике работы он все-таки ближе к отделяемой спирали, к репозиционируемой спирали, но не надо просто размаху всю спираль освобождать, выталкивать, но складывать ее потихоньку. Еще и дефлятором отделяемый были сейчас, я не знаю. Это были Туфилы, Уорбиты, Курдис, Курдис, Курдис... Слушай, у Куко там очень... Кодман. Нет, у Кукол... Кодман. Это Кодман был, Туфил Орбис. У Кука были спирали с этим, сейфовым замком, покрути три раза в одну сторону, четыре в другую, вот эти флипперы и прочее. Там что-то куда-то крутить надо было. Такая же система на, собственно говоря, на амплаксерах, когда нужно крутить, он у тебя откручивается, отцепляется на плагах. Но эта система хорошо работает на 35-м проводнике, ты хорошо видишь. Как только ты уходишь в микроспираль, что у тебя куда откручивается, когда она освободится, это вот становится непонятно. Поэтому, наверное, для людей, которые сейчас начинают работать, вот мое субъективное мнение, я бы все-таки рекомендовал уйти полностью на отделяемой спирали. Толкаемая спираль — это не очень классно по эмбологенности. Толкаемая спираль — это риск нецелевой эмболии. А если одна толкаемая спираль улетела не туда, тебе нужно взять ловушку. Если ты взял ловушку, считай, ты купил еще пяток, а то и десяток этих самых толкаемых спиралей. Поэтому все-таки и в интересах пациента, и в интересах клиники по максимуму использовать отделяемые спирали. Какой вариант отделения, полное репозиционирование или интерлок. Я, честно говоря, считаю, что здесь можно брать соотношение два к одному. То есть для какой-то первой прецизионной спирали можно взять полное отделение, ту или иную систему, поставить ее как якорь и от нее уже дальше эмболизировать интерлоками. Это все будет достаточно контролируемо и удобно. Следующая большая группа инструментов — это микрочастицы, партикулярные агенты, те или иные виды. Опять же, все новое — это хорошо забытое, старое. Да, но никак не выпустят, по-моему, до сих пор. Они вроде планировали в регистрацию в первом квартале этого года. Но да, сейчас мы будем ждать. Все уже давно выпущено у классической гемостатической губки. Ну да, да. Есть классическая гемостатическая губка. Но видишь, тут дальше опять же мы начинаем, что мы пишем в протоколе. Понятно, конечно. Здесь мы имеем официальный девайс, шприц с регистрационным удостоверением, нарезанный правильными кубиками. Если у пациента, не дай бог, случается какое-то осложнение, мы говорим, это вопрос не к нам, это вопрос к тем пацанам из штата Юта, которые делают, собственно говоря, вот эти вот гемостатические кубики различных размеров. Но, опять же, как правильно сказали мои коллеги, до сих пор недоступны на рынке. Следующая интересная история — это фейер-эмболизация. В 19-м году вышла эта статья, я потом как раз разговаривал с доктором Видалем, Винсеном Видальем, это наш коллега из Марселя. Такой, кстати, один из вообще мировых лидеров использования liquid embolic agents на периферии. А он же тут, видимо, ему нечем было заняться, он искал какие-то новые горизонты развития. И он говорит, вот что думаешь по поводу эмболизации шовным материалом для стран третьего мира? Я говорю, в смысле, что думаю? В общем, у нас еще два года назад все так делали. А там, на самом деле, в этой статье одна интересная история была упомянута о том, что хорошее. Вот если не знаешь, чем эмболизировать, нет вообще больше ничего, и тебе нужно сделать эмболизацию — возьми шовник, шовник порежь. Причем тоже все очень классно. Хочешь сделать перманентную эмболизацию — возьми шовник не рассасывающийся. Хочешь сделать временную эмболизацию — возьми шовник рассасывающийся. А дальше Винсент делал достаточно интересную историю. Он взял 10 операционных сестер, лаборантов, кого-то докторов, дал им шовник и ножницы. И сказал, нарежь как можно мельче. Вот чем мельче? Просто как можно мельче нарежь. И показал, что из 10 человек никто без специальной лупы или еще чего-то, просто при свете дня, не смог нарезать шовник мельче, чем 0,8 мм или 0,9 мм. Таким образом, он показал, что это достаточно крупный и безопасный эмболизат. То есть какой-то нецелевой глубокой ишемии мы вряд ли можем получить на этом эмболизате. Соответственно, тоже имеет право на существование, особенно в ситуациях какой-то неотложки, когда есть ситуация, или мы можем помочь так, или не можем помочь никак. Конечно, когда есть возможность доказать нормальный эмболизат в нормальных шприцах, ну, надо пользоваться им. Ну, это должно быть во голове. То есть ты начинаешь с этого, если уже совсем ничего, то надо выходить из ситуации по-другому. Ну, на самом деле, это совершенно давняя-предавняя история. Этот шовный материал, и это могут основоположники. Нет, основоположники еще рассказывали про какую-то там, я не помню, шляпу из фетра какого-то профессора, от которой периодически отзывался фетр, и про стул другого профессора, в котором был отличный поролон. Да, но это еще из 80-х годов истории. А следующая группа – это уже ненасыщаемые микросферы, то есть различные варианты партикулярных частиц сферических. На сегодняшний день на рынке опять, опять, кстати, вот в Суздале мне задавали вопрос про эмбозины, есть ли они или нет в России. Оказалось, что они есть. Вернее, как, я тогда ответил, что регистрационное удостоверение у них есть, но у них код не было дистрибьюции. Сейчас дистрибьюция есть. То есть они доступны к заказу, в принципе. А, соответственно, мы имеем на сегодняшний день битблоки от Boston Scientific, старый проверенный, надежный инструмент. Мы имеем эмбоголды и эмбосферы от компании Merit Medical. Эмбоголды окрашены, эмбосферы не окрашены. Мы имеем гидроперлы от ТРУ, мы имеем эмбозины. А разница в размерном ряду. У битблоков и эмбоголдов они самые простые, самые короткие. У гидроперлов и эмбозинов самые длинные ряды, самое большое количество вариантов размеров. Возможное наличие цветовой маркировки. Бывает, как у битблоков и эмбоголдов, все частицы всех размеров одного цвета. Эмбосферы белого цвета почти не видны в растворе. Гидроперлы и эмбозины. Там у этих девайсов каждый размер имеет свой цвет. И диапазон калибровки. Вот это достаточно интересный момент. Почему? Потому что то, что у битблока называется 100-300, на самом деле надо очень четко смотреть по диапазонам калибровки. То есть гидроперлы называют свои частицы, если я не ошибаюсь, 300, нет, они называют их 400 с точкой. Но если мы смотрим, что у них диапазон калибровки, это все на самом деле инструкция написана. Если внимательно читать инструкцию, можно очень много интересного найти. Что на самом деле у них диапазон калибровки 75 микрометров для этого размера. И хоть они и говорят, что это более строгий эмболизат, на самом деле он имеет ворота калибровки 325-475, что он, в общем, согласитесь со мной, не очень сильно отличается от 300-500, да? Вот. У Эмбазин, например, у тех же, у них диапазон калибровки намного уже. И у них есть группа 350-450, то есть не 150, а 100 микрометров диапазон калибровки. Есть группа 200-300. При этом тоже нужно понимать, что если мы что-то эмболизируем, к сожалению, вот мы как раз с Игорем Владимировичем недавно на эту тему долго разговаривали, о том, что мы нигде в литературе, не только в России, мы и в Европе не имеем стандарта использования микрочастиц в зависимости от той локализации, куда ты их вводишь. То есть, да, более-менее регламентирован размер частиц, заводимых при эмболизации миомы матки. Немножко. Есть статьи о размере частиц, используемых при эмболизации простаты. А ведь это самый главный вопрос для специалистов, которые начинают, которым не передали информацию какую-то. Ну, собственно говоря, матка 400-700, простата 150 с осторожностью в некоторых ситуациях 300 в основном, а все остальные размеры от 40 до 1100, даже до 1300 у эмболизинов, где хочешь, там используют. Причем я пытался разговаривать с представителями компаний, причем и с европейскими представителями. Они так делают очень интересный вид. Они такие говорят, что, типа, ребят, вы специалисты, вы сами решаете. Я говорю, окей, но со стендом-то вы же пишете какие-то рекомендации, что стенд, раздуваемый там в диапазоне 3,75-4,25, не нужно ставить в сосуд больше и меньше таких-то размеров, что вы или сосуд порвете, или сделаете плак, да? То есть для стендов почему-то компании готовы писать ограничения. Здесь ограничений никаких нет. Что думаете, то и делаете. Ну, там, сверхмелкие частицы 30-50, 60-90 эмбозин, они 50-75 называются, гидроперлы 45-105, это частицы для эмболизации нейроопухоли, но при этом эмбозины когда-то нейроопухоли вычеркнули из своих показаний. И это эмболизация, ну, например, небольших узловых образований печени, то есть органов с каким-то, с конечным типом кровоснабжения, когда рефлюкс не унесет частицы никуда дальше, да? То есть вот у нас есть опыт, мы несколько раз ГЦК эмболизировали, холангиоцеллюлярные... Которые мелкие? Да, холангиоцеллюлярные карциномы, кстати, вот отлично отвечают, поскольку мы же понимаем, что лекарственные препараты в холангиоцеллюлярной карциноме особо не работают, да? А вот взять 50-ку или 75-й эмболизат, можно получить очень неплохой шимичный счет. Но опять же надо учить, что здесь должна максимально соблюдаться селективность при таком размере, потому что нецелевое попадание, допустим, в печени, но оно вызовет просто бильярный холангепатию. Согласен, именно поэтому все такие интервенции мы делаем как? То есть мы сначала снимаем ПДКТ, рисуем путь, куда мы встанем, ставим микрокатетер, а потом через микрокатетер мы делаем ПДКТ, плоскотекторную капитурную томографию, когда мы вводим контраст через микрокатетер с той скоростью, с которой мы планируем вводить эмболизат, и оцениваем, где распространяется контраст. Если мы видим, что весь контраст остается в пределах очага болезни, тогда мы можем вводить такой эмболизат уже туда. Если же мы видим, что появляются какие-то шунты, сброс, не дай бог, в сторону ложа желчного пузыря, желудка, еще куда-то, ну то есть это на самом деле методика такая, радиэмболизация в миниатюре. Да, да. Потому что размер частиц на самом деле не сильно крупнее, чем размер радиэмболизата. И, собственно говоря, следующий... А, и еще момент, на котором бы я хотел остановиться, то есть, да, есть, мы знаем, есть и ПВЕ, не ПВЕ, ПВА, классический, куковский, есть контур от Бостона, есть ПВА от Мерита. Но все-таки я всем, опять же, кто начинает работать, я предлагаю стараться начинать работать безопасным инструментом. Я понимаю вопрос цены, экономики, это все хорошо, но, например, я точно могу сказать, что окрашенный эмболизат намного безопаснее, чем неокрашенный. Почему? Потому что особенно в ситуациях не от ложки, ночью где-то в истерике, в операционной, много шприцов на столе. То есть, ну у нас, например, есть там такой обязательный алгоритм, у нас всегда на складе есть шприцы разных цветов. И всегда на стол выкладываются одного цвета, шприцы всегда идут под контраст, ну, условно говоря, красного цвета, шприцы, в которых всегда контраст. Синего цвета всегда шприцы, в которых эмболизат. Да, там остальные препараты, гепарин, папавирин, ледокаин, всегда шприцы зеленого цвета. Это первый вариант цветовой маркировки. А дальше второй момент, что ты всегда поднял шприц на свет, должен видеть, что в нем находится. Потому что, опять же, были описаны эти истории, когда доктор взял шприц, начал вводить контраст. Что-то контраст какой-то слабенький, а кровотока уже нет. То есть, чем более мы защищены от такой невынужденной ошибки, наверное, тем лучше и безопаснее, в первую очередь, пациент. Следующая группа эмболизатов – это уже группа специфических онкологических эмболизатов, используемых для лечения опухолевой патологии, в первую очередь, печени. Но сейчас спектр показаний расширяется. Я думаю, Игорь Владимирович тоже скажет и про химиомболизации. Не только типичные, но и нетипичных локализаций. Это три препарата основных, которые на рынке в России есть. Это гипосфера. Это эмболизат самый первый, который был придуман доктором Шиничу Хори еще в 90-е годы. Которую потом купила компания Эмбосфер, которую потом купила компания Мерит. И два более современных девайса – это LifePerl от Troom и DCBD от Boston Scientific. Причем, если у гипосфер механизм насыщения, в первую очередь, абсорбционный, то есть они просто всасывают в себя, и те их цифры в сухом виде, которые они дают, это их цифры в ненасыщенном виде, потому что во время насыщения они увеличиваются в 4 раза. То есть, на самом деле, там, кстати, Игорь Владимирович, 20-40 сейчас в России недоступны еще, да, вроде? Нет. То есть у нас есть только 30-60 наименьший размер, и, на самом деле, в насыщенном виде они становятся 120-180, а, 120-240. Но они не самые ходовые, на самом деле, 50-100 все-таки остаются. Слушай, я использую 30-60 в основном. Знаешь, мы как берем… На суперселективный. Мы берем… А у LifePerl какие? Это самые ходовые. Мы сотку берем. Мы… 400-ый вообще берете? Мы как бы даже для себя разграничили по уровню селективности введения. Все-таки гипосфера за счет как раз-таки абсорбционного механизма своего насыщения. Они побезопаснее. Они побезопаснее, да. Ими можно закрывать не только в суперселективном виде. Слушай, а мы, знаешь, мы как пошли, каким путем? Мы взяли размер 50-130-60. Если мы, например, берем пациента с большим ГЦК, ну, вот то, что мы много сейчас встречаемся с тобой, разговариваем, тот же самый BCL-CB, intermediate на границе с BCL-CC. Ну, это так, мы отвлеклись. Мы же онкологи все-таки. Да-да. Вот. И боимся, что мы можем получить острую печеночную недостаточность. Мы делаем первый такой, условно говоря, индукционный курс как раз 50-100. Когда мы боимся сразу идти, так сказать, с козырей ходить, да. То есть вот. Если мы видим совсем маленький очаг, суперселективный вообще, без вопросов, стопудово мы в него встанем селективно, или там можем сделать BTS, тогда мы скорее возьмем лайфперлы, да, или DC-биды. А вот если какая-то промежуточная история, ну, это вот 30-60, то есть достаточно селективно встать, но не самый маленький очаг. То есть, ну, наверное, вот так, по агрессивности воздействия, да. И лайфперлы и DC-биды – это препараты с девайсом, с онобменным механизмом насыщения, то есть на поверхности есть радикалы, зацепы, на которые цепляются он и лекарственного препарата, потом это все вводится в организм, связи деградируют, ионы лекарственного препарата освобождаются, проникают в ткани. Сертифицированы все эти девайсы для применения с четырьмя препаратами. Это доксорубицин, идорубицин, эпирубицин. Но это, в принципе, все, по сути дела, один препарат – это одна группа красных антибиотиков, цитостатиков для лечения гепатоцеллярной и холангоцеллярной карциномы и иринотикан для лечения метастазов-клористазов. Вся дальнейшая история – платина, клитоксел, токсотер, все другие цитостатики – люди делают химиомболизации, мы пробовали. Но тут, наверное, на мой личный взгляд, просто говоря о физике, мы все-таки эти все вещи пробуем делать с гипосферами, потому что там просто абсорбция. Набрали – освободили. Но это все обычно какие-то протоколы, это какие-то такие около… Это всегда по решению врачебной комиссии делается, потому что, я говорю, мы сейчас, конечно, в онкологии вынуждены работать очень жестко в рамках стандарта. Да, Игорь Владимирович? Да, я просто… Кроме научных исследований. Это да, да, это, конечно, эта история обязательная. Я просто еще хотел сказать, вот для коллег, кто работает, да, что мы для себя последнее время веду, вы дальше скажете, я так понимаю, уже о масляных эмболизаторах, да, ввиду, ну, вы тоже скажете о том, что они на сегодняшний день в России как бы нелегитимно доступны для выполнения эмболизации, да, вот мы как-то все-таки гипосферы используем в тех случаях, где вот как раз-таки вместо липиедола, скажем так, они отлично справляются, выполняют свою работу. Поэтому, в принципе, если вы планируете… Ну, да, и долевые поражения. Да, если вы собираетесь заниматься, должно быть и тот, и другой, как бы сферический материал. Ну, в принципе, тогда вы покроете всю свою потребность в этом. Следующая группа эмболизатов – это радиомболизаты, атеросферы, кверисферы, сирсферы, такие слова, слова, которые 95% радиологов интервенционных вообще в России ничего не говорят, и, в принципе, и онкологам-то они далеко не всем что-то говорят. То есть, наверное, самый интересный, самый высокотехнологичный девайс, он по трудности выполнения, ну, с точки зрения вот пафоса… Логистики. Логистики и прочего. Сравним с большими девайсами в кардиологии. По цене тоже. По цене даже дороже, на самом деле. Да, да. То есть, это вот… Это девайс уровня клапанов, девайс уровня сложных графтов, индивидуально изготовленных, нейтралклипов. То есть, это, по сути дела, внутритканевая лучевая терапия. То есть, берется тот или иной полимер или стекло, в него вводится оксид, как правило, итрия или там различные варианты гольмия. Потом все это облучается, мы получаем активный изотоп, этот изотоп через микрокатедр подводит селективную часть болезни. Мы получаем внутритканевую лучевую терапию. Эффект… Терросфер – это самый новый, да? Нет, на самом деле, терросфер – это самый старый. Самый старый? Терросфер – это стекло. После него появились сирсферы. Это, ну, резин – это не резина, это полимер. И потом куэросферы появились в компании Терума. И они уже сделаны не на Итри, а на Гольми. Да, то есть, ну, это там много своих заморочек, много своих нюансов. Я думаю, долго на эту тему мы сегодня разговаривать не будем. Я думаю, мы как-нибудь отдельно соберемся уже про экологию поговорить. Обязательно, да. Это очень интересно будет. Игорь Владимирович. Но надо сказать, что Россия тоже впереди планеты Сеи на сегодняшний день. Оп, недоступно, недоступно, недоступно. И доступно. Да, российский инструмент появился. То же самое, кстати, что касается и микросфер для эмболизации. Там в презентации они не упомянуты, но тем не менее мы внегласно говорим. Они существуют, но я не видел никаких клинических результатов их применения. И, в принципе, то же самое на сегодняшний день, к сожалению, с радиэмболизатом российским. Он есть, уже есть достаточно большая группа наших коллег из Обнинской, сделанных радиэмболизаций с использованием этого радиэмболизата. Но, к сожалению, пока каких-то отдаленных результатов по выживаемости, насколько они коррелируют и бьются с иными аналогами, мы пока не видим. То есть, наверное, Игорь Владимирович всерьез рекомендовать кому-то девайс из больших групп исследования. То есть, насколько я помню, наша группа по эмболизату просто по сферическому, это там что-то 80 человек из Иркутска, да? Мы, соответственно, пока ждем, пока смотрим, но надеемся, что это появится и будет доступно нам всем. Ну и основная проблема вообще тоже, мы уже разговаривали про методику конвеншнл-тейс-лепиадол-химиомболизацию, которая раньше активно использовалась. Много лет у нас не было адекватного количества доказательств, что лучше. Даже во многих рекомендациях не было прописано, что лучше. Химиомболизация с липиадолом или химиомболизация с насыщаемыми частицами. Сейчас же мы видим, что все-таки появляются исследования в последние годы, посвященные тому, что все-таки химиомболизация насыщаемыми частицами из флакона – это процедура более прогнозируемая, более управляемая и обладающая, без сомнения, большим клиническим и лучшим клиническим эффектом для пациентов. Ну, потому что с липиадолом тоже взбить масло, смешать масло и прочее, прочее, прочее. Здесь мы берем из флакона шарики, насыщаемых по понятной схеме. И, в принципе, в последние стандарты практики на Европейское общество интервенционной радиологии вошло указание на исследование Precision 5, которое показывает, что все-таки Dracluting Bits Tase – оно более рекомендованная и приоритетная технология для химиомболизации у пациентов с ГЦК. И, наверное, последняя такая крупная группа эмболизирующих агентов – это жидкие эмболизирующие агенты, которые делятся на временно абсорбирующиеся, постоянные неабсорбирующиеся, обладают высокой адаптивностью под имеющейся задачей. А первая группа склерозантов, в первую очередь, они очень хорошо известны всем людям, кто занимается флебологией, интервенционной флебологией, в том числе токсисклерол, фибровейн. Вот у меня супруга – сосудистый хирург. Вообще токсисклерол, мне кажется, у них – это любимый препарат. Взбили в пену, капнули контраст и выполнили склерозирование вены. Ну, так же, как у это в флебологии. В флебологии… О, варикоцелли, варикоцелли. В нашем случае – это варикоцелли, в первую очередь. Еще много сейчас идет разговоров в футазовом варикоцелли. У женщин тоже та же самая история. Тоже там, сэндвич-методик тоже идет там. И, ну, я помню, у нас много лет это была любимая история Игоря Кучмышева, ты его знаешь. Это ботобы РТО, это склерозирование венозных коллатералей, венозных шумтов при… Эректильная дисфункция, да? Нет. Эректильная дисфункция – это отдельная, Игоря тема была. Да, это он тоже, он склерозировал и при эректильной дисфункции венозные сбросы, при стенозах воротной вены, при повышении давления воротной вены, как раз при возникновении всех этих портоковальных анастомозов, как раз склерозирование полупортоковальных анастомозов. И нам это, кстати, интересная история в ситуациях, когда мы делаем… Да. ПВЕ, когда мы делаем аммобилизацию портальной вены, если во время аммобилизации портальной вены мы видим мощный сброс по шунту, например, в желудок, в венозную систему, его нужно эмболизировать или склерозировать, потому что иначе эффекта от ПВЕ не будет. То есть нам нужно все-таки убирать… А там техника склерозации обычная или там тоже со спиралями? Там можно со спиралями, можно с баллоном, можно просто… Ну, вижу, еще от скорости потока… Вот я говорю, там как-то на Вальсальве это все делается, что это технически. На Вальсальве делается? Нет? Нет, это не на Вальсальве делается. Без разницы там, да? Там без разницы. Можно просто спиралями эмболизировать шунты, но если есть это оксисклероз… Просто скорость есть, я просто думаю сразу, как там… Ну, я говорю, очень сильно от ситуации зависит от того. Это неотложная ситуация с кровотечением, это подготовка пациента под типс, да? Или вернее, там параллельно с типсом выполняется. Если это ПВЕ, нам просто нужно там на какую-то небольшую протяженность шунт перекрыть, чтобы он просто ближайшие 4 недели не работал, чтобы мы получили на гипертрофию ремнанта, да? То есть тут ситуация такая клинически обусловлена очень сильно. Следующая группа, следующая известна всем абсорбирующийся жидкий эмболизат – это спирт. Много лет назад он очень активно использовался, в том числе для лечения артериевенозных мальформаций, да? Капиллярных артериевенозных мальформаций, как он гемангиом называют. Но проблема – это низкая стабильность, очень высокая агрессивность, токсичность, очень сложно его использовать без большого опыта, можно получить некрозы мягких тканей, кардиотоксичность. И как ни странно бы это не звучало, но в России нет стерильного спирта. То есть в Германии прям компания Бибраун выпускает стерильный концентрат для внутрисосудистого введения. В России весь спирт, который есть, на нем написано не для, а только для наружного применения. То есть я помню, еще у меня родители рассказывали, что отеки легких очень классно лечили внутривенными инфузиями 20% Да, это даже я застал. Сепсис. Может быть, это притает... Да, это так давно было. Матушка у меня рассказывала, что тоже, кажется, капельницы со спиртом при септических состояниях у роженицы раньше использовали там в 80-е годы. И тоже это неплохо работало. Но сейчас мы работаем, в соответствии, с буквой закона, только для наружного применения. Соответственно, оффлэбл, конечно, еще можно где-то применять, но думаем, как это записывать. Трамбин тоже классная штука, индуктор тромбообразования. Если мы посмотрим, есть большое количество публикаций по лечению псеводоневризм с использованием тромбина, по лечению псеводоневризм постфункционных с использованием тромбина. Но, к сожалению, точно так же в Российской Федерации он не зарегистрирован, для использования недоступен. И вот последняя группа, которую уже Игорь Владимирович сегодня коснулся, это рентгеноконтрастные масла, которые могут быть эмулигатором, то есть носителем химиопрепаратора для ТЭИС, для химиомболизации, могут быть ингибитором полимеризации в составе клеевых композиций. Но есть проблема в том, что у нас пока в регистражке липиадола, то есть наиболее распространенного масла, написано, что он может использоваться для лимфографии, сиалографии, фистулографии. В противопоказаниях у него пока написано внутриартериальное внутривенное введение. То есть им контрастировать артерии и вены нельзя, как его расценивать в составе композиции клеевых или химиотерапевтических не до конца понятно, ну то есть надо прям крепко думать, писать ли его в протокол, если ты его используешь. Не для записи, да, компания Гербет, услышьте нас уже, из-за всех труб трубят, пожалуйста, ну поменяйте инструкцию, коллеги требуют. Да, причем, уже лет 6 или 7 идет, и вот оно, его сыны не там. Единственное масло, которое в России было официально зарегистрировано для внутрисудистого введения, это Труфил, который входил как часть в компонент NBCA клея, Труфил NBCA Кодмановского, но у него очень четко прописано, что его можно использовать только в смесь с компонентами со своим танталом. просто так его взять и использовать, но опять же, не пиши. И такое небольшое сравнение полимерных агентов с окклюдерами и спиралями, да, потому что интерес полимерные агенты на самом деле занимают такое место, как когда-то сказал один наш коллега из Японии, Суаки Арая Liquid Coils, да, жидкие спирали. То есть, их можно сделать очень жидкими, такими очень дистальными, ближе к частицам, можно сделать, наоборот, не очень жидкими и ближе к спиральным, ближе к плагам. И на самом деле мы просто раскидываем по каким-то клиническим сценариям и видим, что жидкие композиции хорошо себя показывают в травме, в гастроинтестинальных кровотечениях, отлично показывают себя в периферических ХВМ, что все, господа, забудьте про спирали, забудьте про окклюдеры, не надо их ВВМ кисовать, давайте работать нормально, давайте работать полимерами. Неплохо себя жидкие композиции показывают в эмболизации портальной вены, то есть, я знаю, вот коллега Игоря Владимировича, Игорь Александрович Трофимов много лет уже сказал, нафиг эти спирали, нафиг эти частицы, цианокрылатный клей в печени, это класс, да, то есть, тот же Сергей Волков любит цианокрылатный клей в печени, все работает, все классно. Эндолики, тоже полимерный агент, эндолик первого, второго типа, полимеры работают хорошо, и на самом деле, как ни странно, достаточно часто для эмболизации опухоли, особенно нейроопухоли, тоже можно использовать жидкие композиции, достаточно неплохо, но это мы говорим, конечно же, это не лечебная эмболизация, это не химиоэмболизация, это предоперационная эмболизация, подготовка пациента к хирургии, когда мы боимся большой кровопотери, а все работает. Первый девайс, наверное, первый появившийся на российском рынке это Трофил НБСА, истинный цианокрылатный клей с возможностью тотальной окклюзии русла, адгезивный, контрастирует сосуды за счет того тантала, который мы в него добавляем, обладает высоким воспалительным ответом, в состав входит цианокрылат, ингибитор полимеризации масла и теодол, ременконтрастное вещество тантал, работает он по принципу адгезии, обладает достаточно большим объемом препарата, можно гибко подстраивать параметры эмболизата, при контакте с кровью превращается в сетку, сетка задерживает тромбоциты, запускается тромбообразование, адгезивный, в зависимости от соотношения клей-масла может быть более жидким, более вязким, будет быстрее или медленнее полимеризоваться, но дальше мы это еще посмотрим, но распространяться не всегда предсказуемо, может разрываться декастомизация, то есть разрыв каста у него происходить, и, конечно, липкость вот этой выстинно, ну, описано, куча кейсов, когда работали в нейро только клеем, когда микрокатетер приклеивали к церебральному сосуду и еще в эпоху доотделяемых кончиков, катетеры в итоге так человеки оставляли, потому что его если дергали... Просто ближе доступ делали, так, чтобы оторвалась не до меньшей части. Я далеко болтал, я его отрезали, и он оставался в сосуде, ну, а потом через 15-20 лет описывалось достоверно большее количество аневризм дуги оорты как раз в том месте, где катетеры эндотилизировались под аортой, да, но потом появились микрокатетеры с отделяемых кончиками и стало попроще. Компоненты мы уже посмотрели, а скорость полимеризации зависит от соотношения масла-клей, да, больше масла, меньше клея будет полимеризоваться дольше, больше клея, меньше масла, будет полимеризоваться быстрее. Это вот NBC до 120 секунд, до 10 секунд при соотношении 2 к 1. Дальше мы посмотрим следующий девайс, это Glubran 2, это уже более поздняя идея развития девайса Truffill от NBC другого производителя. Этот клей в первую очередь разрабатывался как клей гемостатический для хирургии, как хирургический гемостатик, но потом... Ну и до сих пор также применялся. Да, он до сих пор применяется, причем он интересный. Ну это как основной их. Он и в эндоваскулярке, интересно, я тоже вот разбирался потом, а он в эндоваскулярке, я не уверен, в России он имеет или нет, на Западе он имеет аппликаторы, он может использоваться как самостоятельный эмболизат внутри сосудистой, а есть у него еще специальный набор аппликаторов, насадочек, до сих пор. Да, это у нас недоступно. ну по сути дела, устройства закрытия венозного доступа, то есть ставится тоже такая трубочка в сосуд, кровь брызгать перестала, значит мы из сосуда вышли, вводим клей и весь канал анализируем. А поскольку у него еще есть и бактериостатический эффект описан в его применении, он как раз предотвращает развитие каких-то абсидирований, еще чего, то есть такая достаточно интересная опция хорошая, да, за счет чего? А анализирует температуру, он еще температуру немножко подделяет, он экзотермичный, клей экзотермичный, знаешь, когда суперклей с водой смешиваешь на руках, если никогда не смешиваешь суперклей, бывает вечерами, он начинает разогреваться, да, собственно говоря, контрастирует заполненность сосудов в зависимости от количества индуктора полимеризации от масла, которое добавлено, у него время полимеризации кривая более плавная, она подлиннее, чем у других цианокрилатов, снижена воспалительный ответ, тоже такой вопрос интересный, промежуточное положение между частицами и спиралями, в упаковке 10 таких пипеточек пластмассовых, насколько, да, у каждого в стерильной упаковке такие, как большие таблетки антибиотика, такие с фольгой серебристой, вот, адгезивный, обладает склерозирующим одновременно гемостатическим эффектом, можно гибко подстраивать, ну, вот как раз написано, что можно использовать как устройство для закрытия сосудистого доступа, бактериостатические, единственная проблема, все цианокрилаты при полимеризации превращаются в достаточно жесткий полимер, то есть, если мы трогали с вами, ну, наверняка все же трогали, они более мягкие, здесь история жесткая, поэтому, если эмболизация рядом с какими-то нервными проводниковыми стволами, можно получить компрессию механическую, то есть, вот эти болевые эффекты компрессии корешковой, компрессии нервов, межреберных и еще где-то, вот здесь эта проблема бывает, что намного менее выражено у филу того же, да, то есть, вот у цианокрилатных клев, они просто жесткие, они дубоватые получаются, но в остальном работает неплохо. Но, кстати, по поводу болевого эффекта от него, он гораздо ниже и очень слабо проявляется при периферических эмболизациях, если, например, взять тот же филеоникс, да, и его сравнить, то болевой эффект намного ниже, если делать это под местной анестезией или с фентанилом. Мы вообще стараемся без наркотиков с пациентами не работать, да, то есть, мы все-таки стараемся всех пациентов хорошо и крепко потенциировать, то есть, это или фентанил, или это морфин с китопрофеном, то есть, у нас все-таки есть такое счастье, как свой постоянный анестезиолог, который с нами всегда. Хорошо живете. Неплохо, да, не жаловаться. В глубине сибирских мечта, не котлап. А приезжай? Да, да. При контакте с кровью также происходит полимеризация клея по анеонному механизму, образуется сеть, ну, то есть, очень похоже на цианокрилат классический, но, опять же, вот распространяется не всегда предсказуемо. Но, кстати, его можно сделать очень жутко. Контролировать его. Да, и он залезет прямо далеко. Рекомендации по использованию классические для цианокрилатов, ну, понятно, подготовить котлап, селективный или суперселективный катетеризация целевого сосуда, адекватная оценка кровотока, разведение с липиадолом. Мы эту табличку потом посмотрим. Да, вот я хотел отметить, что они хорошо сделали, что подскажка врачу, для чего ты, для какого сосуда ты можешь как-то развести. Да, 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 да. Это на них удобно. Потому что сейчас это все на опыте делается. Смешиваются два компонента в одном сосуде, сосуд сухой, обязательно без ионной жидкости, потому что, значит, запустим полимеризацию. Потом катетер всегда промывается глюкоза 5-процентная, то есть, поскольку она не вызывает полимеризацию. И вводим медленно полимер через сосуд, целевой сосуд, и потом промываем при необходимости, вымываем полимер из микрокатетера. Ну и следим, чтобы не было рефлюкса за кончик микрокатетера, потому что, опять же, и в периферии мы можем микрокатетер приклеить, порвать селезеночную артерию. Ну, поверьте мне, ничуть не лучше, чем порвать среднему сговору. Да, то есть... Мы можем одним микрокатететером попользоваться, если нормально промывать. Опытные парни умеют. То есть, где опытные парни умеют, но надо просто хорошо и быстро промывать. Но... Да, я несколько раз. Хорошо глюкозкой, быстро вытащил, промылся еще, да, и так... Ну, дальше, слушай, смотри, вот если мы говорим про периферию, не про нейро, то есть тут, на самом деле, я бы попробовал другой трик. Почему? Потому что нам для чего его нужно промыть, чтобы потом через него засунуть микропроводник. Но риск приклеить микропроводник и прочее все равно сохраняется. На периферии есть вот этот тип сентрикс, на самом деле, когда мы максимально близко к точке катетеризации ставим диагностику за 2-3 сантиметра. И ее, по сути дела, используем как длинный интродюсер. И тогда мы можем доставать микрокатетер с полимером и заводить его вот на эти на 2-3 сантиметра в нужную позицию, особенно при эмболизации крупных сосудов. Это первое. А второе, на самом деле, этот тип помогает точно так же избежать всей вот этой неприятной истории с ДМСО. Мы поставили диагностику, мы провели через нее микрокатетер, отсняли все, попробовали несколько раз прохождение, что у нас микрокатетер кончиком встает в нужную позицию, достали микрокатетер, на столе промыли его ДМСО, на столе ввели в него оникс или фил, пока первая капля с конца не сорвалась, вытерли она сухо, поставили через диагностику и начинаем сразу эмболизировать. И ты, собственно говоря, вот эти 0-2-0-3 ДМСО, которые болюсом вызывают боль, ты их убрал. Убрал. То есть вот эта история... Ну, я говорю, я думаю, мы как-нибудь с тобой сделаем какой-нибудь мастер-класс на эту тему, я говорю, то есть там прям много интересных фишечек есть, да. Ну и все, дальше что, брали катетер, промыли его и сохранили на лучшую память. И вот как раз по скорости полимеризации очень хорошая схема, которая вот слева это НБСА классический, да, это цианокрилат еще бибрауновский, да, эстокрил или НБСА от Труфиловский, они одинаковые. Максимально сколько он может полимеризовать, 120 секунд, соотношение 2 к 1, 2 части лепиадола, одна часть гистокрила. Все, что дальше, там уже раскидывают картинку. И кривая очень крутая получается, да, то есть 2 части, там потом 2 к 3 части соотношения, масло к клею и один к одному. Все, дальше только чистый клей, да, который полимеризуется мгновенно, там за 2-3 секунды. У глюбрана кривая полимеризация очень пологая, то есть ты можешь выбирать один к одному, один к двум, один к трем, и у каждого есть какая-то своя длительность полимеризации. И самое главное, например, если нам нужно взять какую-то овенку периферическую, где нам, в принципе, особенно низкопоточно, где у нас основная задача заимболизировать нидус, нам и не надо очень быстро полимеризующийся клей. Соответственно, объем у нас при соотношении клея к Алипиадолу один к семи получится очень, ну, сумасшедше, почти 10 кубов эмболизатора получится. 10 кубов эмболизатора это, в принципе, уже достаточно большая ВМ-ка. То есть, опять же, вот экономика должна быть экономной, то есть достаточно разумная история с этим девайсом получается. Ну, при том, что он до повышения цен там в районе 20 продавался, да. Ну, еще сколько масла стоит, да, сейчас. Да, и... Масло даже дороже получается. Ну, масло дороже, да, получается. И его доступность самая главная, что на российском рынке. Да, потому что... Они не тормозили, кстати, вот я спрошел. NBC Truffill, он последний раз, когда я про него узнал и забыл, он стоил, как крыло от самолета, он то ли 250, то ли 300 стоил, что-то, ну, просто какой-то космос. Сейчас, я думаю, это вообще уже тоже как граф. При том, что я вот сейчас узнавал, мне нужен был там, нет задержек по отгрузкам, просто заказал, все привезли, как сейчас у нас все стало, да. ОНИКС. Первый полимер ДМСО, контролируемый, с возможностью тотальной окклюзии русла, он уже не адгезивный, он кегезивный, то есть он не клеится. Он контрастирует заполненные сосуды, в него сразу сходу введен талтал, обладает длительным временем полимеризации, возможно выбирать глубину пенетрации в зависимости от конкретного девайса, от вязкости конкретного девайса, обладает низким воспалительным ответом. В комплекте шприц, флакон с ДМСО, флакон с ОНИКСом. ОНИКС это этиленовиниловый спирт, каполимер, саполимер этиленовинилового спирта и растворитель ДМСО. Микронизированный порошок тантал, рентгенконтрасное вещество. Кегезивный, визуализируемый, стандартный, при контакте кровью растворитель уходит из материала, собственно говоря, спирт полимеризуется. Он полимеризуется такого черного цвета за счет тантала. И он распространяется как лава, то есть внутри он как брауни, то есть внутри он жидкий, классный, а снаружи он уже затвердевший. Так вот он распространяется как лава, если посмотреть. Опять же, на воркшопах очень клево смотреть, как он красиво всегда смотрится. Кегезивный, жидкий центр обладает чекучестью, распространяется по пути наименьшего сопротивления. Есть некоторые проблемы, связанные с ониксом. Во-первых, тантал прецепитирует во флаконе, то есть перед использованием его обязательно нужно вымислить. На плече миксера, да? Да, всегда вот миксер должен быть в комплекте в котлае. Можно, конечно, рукой трясти, но надо долго трясти. Там 20 минут его нужно на миксере. Вторая проблема. Тантал все-таки очень рентгенконтрастный, его очень хорошо видно. Они даже выпускали низкой плотности оникс для церебральных АВМ с меньшим содержанием тантала. Почему? Потому что тантал, он, конечно, засвечивает очень сильно и потом любой КТ-контроль становится слабореализуемым. Тантал забивает все. Третье. Во время хирургии тантал, надо хирургов всегда предупреждать, если предоперационная эмболизация, потому что у меня даже где-то видео эти были, как у хирурга из раны бьет просто бенгальские огни фонтан искр. То есть тантал горит, горит как алюминиевая пудра, он красиво искрит, с желто-серебристым цветом. То есть если хирург работает монополяром и его не предупредили, вдруг, когда из дна раны начинает бить фонтан искр, хирург очень сильно удивляется. Вот бы такое видео сейчас нам вставить. А ты запретил материться. Ты запретил материться сегодня. Это не я, это наши хирурги. Я поищу, если найду когда-нибудь любезкино обязательно. То есть вот это проблема. И по распространению по сосудам. Поскольку он распространяется как лава, он распространяется на самом деле, если срез сосуда посмотреть по стенкам. И очень часто просвет центральный остается проходимым еще. То есть мы вроде бы видим, что оникс уже в сосуде есть, а контраст еще протекает. Он протекает, как правило, по центру. То есть символизировать нужно достаточно плотно эффективно. И второе, более такой поздний, более прогрессивный, наверное, саполимер. Это саполимер от компании Майкровенш. В первую очередь более красивый в упаковке. Более красивый в упаковке. И шприцы стеклянные. Да, и шприцы стеклянные. И такие шприцы красивые, на стиле. Стеклянный это фил, который является символизирующим агентом, предназначенным для использования в нейро. И периферическом сосудистом русле. Самое интересное, во всем мире он нейро в основном. В России он зарегистрированный для периферии. Это прямо. Мы первые, одни из первых в мире, кто получил фил на периферию. А мы даже когда-то чуть ли не первую презентуху на Цирсе запилили как раз по филу на периферии. Потому что европейцы, у них нету этой позиции в регистражке. У нас есть. А соответственно, также это саполимер растворенный в ДМСО, полимеризируется в водной среде. Багенный не экзотермичный как и ОНИКС, то есть в отличие от цианокрылатных криев. Рентген контрастный когезивный. Имеет тоже три вязкости как и фил. Как и ОНИКС. Фил 25, 30 и 35 для разных сосудистых ситуаций. 25-й фил наиболее жидкий для low flow, то есть для низкопоточных ситуаций и стального доступа. 30-ка это промежуточные ситуации, 35-й это ближе конечно к фистулам. Но все равно высокопоточные фистулы все-таки все настоящие нейрорадиологи клеят цианокрылатами в основном. То есть высокопоточные фистулы пытаются клеить что филом, что ОНИКСом большой риск размотать его куда-то. Если в периферии высокопоточные например первоначально поставить спираль предназначенную для высокого потока, а затем уже с этим. Соответственно фил является жидким эмболизирующим агентом представляющим собой растворенный в ДНСО неадгезивный сополимер гидроксиэтил метакрилата и здесь очень интересно в сополимер дополнительно в качестве рентген-контрастного препарата введен нетантала йод. У него контрастность конечно пониже и для использования фила нужны все-таки машины последнего поколения с хорошим качеством субтракции с хорошими масками клеевыми например но что у него классно в онкологии вот это всегда проблема неотложных мобилизаций в онкологии например вот классическая ситуация панкогариата гастродональная резекция убрали поджелудочную там часть поджелудочной прооперировали пациента получили панкреатит кровотечение заэмболизировали мы спасли пациента мы молодцы что дальше происходит с этим пациентом каждые 3 месяца первый год он будет проходить контроль да ему можно конечно делать мрт но наверное мрт далеко не во всех городах можно делать раз в 3 месяца там очередь бывает по 3-4 месяца ему скорее всего будут делать кт для контроля рецидива и проблема будет в том что на фоне платиновой спирали на фоне тантала в зоне операции мы рецидив увидим не только когда он выйдет за пределы зоны операции соответственно фил за счет йода будет терять контрастность за 1,5-2 месяца то есть через 2 месяца фил уже не будет контрастным цианакрилаты с липиадолом то же самое они потеряют свою контрастность за 3-4 месяца то есть вот тоже думать нужно вот в онкологии это вообще очень важный момент думать о том что будет делать с пациентом после тебя понимать что делалось с пациентом до тебя и что будет делаться после тебя ну чтобы как ты процедуру делаешь не ставишь точку ты понимаешь что дальше и не нагадить своим коллегам да и не нагадить пациенту соответственно вот фил готов к применению в отличие от не надо встряхивать два заполненных шприца один с демсо один с полимером стерильный равномерно контрастированный тоже не надо встряхивать хорошо видно маркер на конце кончика катетера минимализация артефактов при контрольных исследованиях ну то есть тоже девайс прям очень хороший заслуживающий своего места в котлаве прям вот на все 100% а принцип действия такой же промываем микрокатетер демсо вводим полимер демсо дефондирует из агента филпрецепитирует но он распространяется как облако то есть он так из центра наружу распространяется немножко и он полимеризуется из центра более равномерно чем оникс соответственно его контрастирование все-таки больше соответствует окклюзии сосуда нежели это происходит с ониксом да то есть тоже такой момент но вот так выглядит собственно говоря набор еще надо отдать должное у них в отличие от оникса прямо в набор входят переходники для перекрытия мертвого просвета микрокатетера то есть у них эти переходнички нужно покупать отдельно здесь они прямо в комплекте у тебя есть и сейчас насколько я знаю фил выпустил на рынок еще один более дешевый комплект микрованшин выпустил на рынок один более дешевый комплект когда просто шприц комплект с двумя кажется шприцами просто заполнен филами то есть там уже нету ни переходников ни демсо это вот как раз символизация ОМ гигантских то есть когда тебе нужен один дополнительный ты один микрокатетер поставил чтобы вот один второй третий символизировать большие объемы то есть надо смотреть и буквально пару слов о средстве доставки чем мы всю эту красоту про которую мы сейчас 40 минут разговаривали доставляем на место но в первую очередь это микрокатетер при этом наконец на рынке уже 5 лет появились микрокатетеры которые ну они неправильно говорить устанавливаемые без проводника но репозиционируемые без проводника то есть наверное первым таким прорывом был direction от Boston Scientific который реально крутится то есть это проводниковая технология синхр которая реализована в оплетке микрокатетера когда ты крутишь микрокатетер он вращается то есть ты можешь подкатетеризироваться переставиться подвернуть куда-то под более удачное положение под эмболизацию эта штука достает вообще просто заслуживающее внимание баллоны микрокатетеры с баллоном на конце это сцептор от Microvention и между прочим Acclusafety Румовский тот же сцептор от Microvention который Microvention делает для Тирума да обсуждали как там да то есть тоже штука очень хорошая для Btace Btace сейчас вошли в европейские рекомендации мы имеем право их делать мы их знаем то есть тоже хорошая технология которая она далеко не всем нужна но процентов 5-10 пациентов с ГЦК могут рассматриваться как кандидаты на Btace у вас так же? да так же но пока скажем так это единичный случай выполненный в Котлабе потому что с помощью микрокатетерной техники удается добиться максимально селективной катетеризации управления о чем вы сказали да то есть таргетная катетеризация не вызывает проблем хотя сегмент тектомия с помощью микробаллонов да действительно и в работах показывают шикарные ответы после этого посмотрим как она себя покажет ну да интересно по этим баллонам ну вообще сколько за год вот у вас крупные потоки большие они насколько часто требуют у нас в год выполняется примерно 250 амболизаций по поводу гипотезулярного рака честно скажу за прошлый год всего мы использовали два баллона во-первых очень дорогая стоимость не всегда покрывающая целую квоту если у Андрея там судя по презентации и по опыту проблем с закупками нет да да нет проблемы с закупками есть у всех просто опять же когда-то вот тоже много лет назад мне попалась статья лирически отступлю статья про Оникс американская если не ошибаюсь с словом о том что Оникс классная штука для использования на периферии и автор много долго пишет как классно Оникс использовать на периферии какая клевая штука а в резюме он пишет ну на самом деле чтобы вот все вот эту красоту делать вам нужно иметь кореша нейрохирурга чтобы вы могли к нему прийти и у него из котлава пару флаконов тиснуть ну периферия все-таки 34-й наверное да а нейро никогда не берут все равно даже 18 вот даже но речь о чем мы на самом деле мы тратим баллонов наверное что 4-5 в год да таких тоже немного но может знаешь это к тому что вот сейчас посмотрев передачу какие-то городские там ну не знаю не республиканские там центры которые обслуживают большое население имеют онкодиспансер да но не имеют специализированного отделения как ваше да обслуживающие как сосудистые интервенции так и внесосудистые и вообще все берущие на себя не нужен он в котлабе один-два в заночке да экспертные девайсы да абсолютно и я вот и говорю что из тех которые мы тратим на самом деле на ГЦК мы тоже тратим один-два может быть в год да вторую половину мы тратим на нейроинтервенции ну у нас нейроонкология есть просто у нас нейрохирурги дают нам порядка 50-60 символизаций в год нейроопухоли спина-голова да и там конечно ну там прям вот сделай все чтобы не навредить да но Ленотцер это нейро радиология в чистом виде потому что там нецелеваем амболия в нейрохирургии это всегда прям неинтересно да то есть там лучше перестраховаться не допустить рефлюкса сделать все четко аккуратно и там не только под эмболизацией с полимерами его можно использовать с полимерами его можно использовать с частицами там как антирефлюкс катетер да поэтому да и третий наверное девайс с которым стоит поговорить это микрокатетер с сверхтонкими микрокатетера на нейро то есть то же самое я конечно понимаю что это дорого и далеко не всем котлабам это нужно но на самом деле на сегодняшний день в России самый тонкий периферический микрокатетер 2,0 терума альфа наверное да двухфренчевая ничего тоньше у нас на периферии нет а ситуации на самом деле где нам нужно залезть через какой-нибудь коллатераль или в какую-нибудь криво-с-образно отходящую ветку там в том же мочевом пузыре кровящем или простайте да они все-таки встречаются или там в левую желудочную залезть да бывают иногда вот там такие отхождения феерические то есть все-таки если есть такая возможность пару микрокатетеров 1,6 1,7 френч под полимер имеет смысл иметь чтобы полимер дотащить то есть но это опять же преимущество спираль всегда спираль плак они всегда будут систему распрямлять им нужна хорошая поддержка нужен жесткий проводниковый им нужна может быть интродюсер гайд какой-то ты всегда имеешь риск спиралью раскидать там размотать всю свою долго и мучительно поставленную систему частицы и полимер такой проблемы не испытывают но частицы они лимитируются по просвету микрокатетера ты не все частицы возьмешь со всеми микрокатетерами то есть через тонкий микрокатетер если ты подлез в нужную точку ты ведешь только совсем мелкие частицы но тут и шмеем будет да с полимером ты можешь залезть очень глубоко взять очень тонкий микрокатетер сделать или клей густой или взять там фил 35 и по сути дела заклеить достаточно максимально на далеком расстоянии можно взять сразу клиническое отступление ты затронул вопрос кровящего мочевого пузыря всегда ли нужно пройти все до конца найти в ту веточку доступна ли опция полной эмвализации классическая онкологическая школа все-таки говорит о том что эмвализация передних стволов внутренней подвздошной артерии является вполне себе достаточной опцией для эмвализации кровотечения мочевого пузыря вот я к этому просто ведь это везде бывает и специалист может быть не обучен таким если специалист не обучен то наверное и не надо может ли он сделать слишком глубоко передний ствол но опять же надо и передний ствол иметь эмвализировать будем говорить то есть тоже не абы как не абы чем ну понятно если все-таки мы говорим об экспертном уровне я все-таки считаю что лучше первым этапом поскольку эмвализация процедура повторяема если мы ствол спиралью не затыкаем то все-таки лучше стараться делать всегда по максимуму селективно ну то есть вот мы уже сегодня с тобой разговаривали перед эфиром по Александру Семеновичу Белинкову он пару лет назад мы с ним разговаривали он говорит слушай ну мы уже матки без микрокатетера не эмболизируем без микрокатетера ты можешь получить диссекцию на диагностике ты можешь получить спазм на диагностике когда ты пытаешься засунуть диагностику глубоко да спазм на диагностике прекращение интервенции пациент выезжает из котлаба через 6-12-24 часа он опять начинает кровить когда спазм решился мы его опять берем опять колем опять работаем да микрокатетер все-таки профилактирует позволяет нам не только достичь суперселективности он еще профилактирует кучу других проблем то есть в принципе можно радиомболизацию делать микрокатетер можно одной диагностике сделать и есть люди кто это успешно делает да но микрокатетер он позволяет убрать нам еще кучу вот тех проблем которые мы можем получить по дороге а тонкий микрокатетер еще и позволяет расширить возможность вариантов выбора ситуации я тут особо не дискутирую потому что ну скажем так мы для себя давно уже решили что мы без микрокатетера не работаем в головах не работаем у нас так уложено поэтому как бы даже звучит странно очень без микрокатетера мы в принципе сколько с Игорем лет знакомы а мы уже много сейчас знакомы скоро 10 лет будем отмечать то есть он точно так же знает что все эти годы мы работаем вот сколько интервенций столько микрокатетеров я пару раз налетал на ситуацию молодая пациентка ГЦК завел диагностику вроде ничего не предвещало беды и вся печеночная артерия в труху нет а если вот рассматривать глайдкат катетера которые покрыты тоже глайдкаты еще лучше задирают интиму они еще и скользкие они еще и глубже залетают ты понимаешь то есть если других вариантов нет ну мы как бы ну на нет и сюда нет но все-таки нужно стремиться к работе с микрокатетером и вот как работает собственно говоря баллон да то есть он вызывает плотное заполнение так называемую цементирующую эмболизацию которая не позволяет ни частицам ни полимерам давать рефлюкс то есть мы точно понимаем что рефлюкса не будет есть еще варианты использования коаксиальных техник когда мы ставим баллон прерываем кровоток и под него другим микрокатетером работаем но это я говорю тоже думаю отдельная тема для разговора интересный микрокатетер европейский секуайр секуайр на рыбку похож с жабрами то есть через жабры эмболизат не проникает но он только для партикулярного эмболизата работает а через жабры возникает подпор контраста то есть контраст фильтруется и подпирает как бы снизу и рефлюкс не возникает но к сожалению пока недоступен очень интересная опция для головы и шеи он интересный по нему читал даже доклад делал и вот для меня все таки вот то что мы говорим про тонкий микрокатетер одна из наверное наиболее интересных опций это микрокатетер 1.3 френч 1.6 френч это микро ваншиновский микрокатетер хедуэй дуо но у них нет к сожалению с отделяемого кончика микрокатетера но вот есть хедуэй дуо который вот реально 1.3 но в принципе блин я не знаю таких мест куда-то 1.3 не затащишь но на периферии бэлт мэджик 1.2 нет есть мэджик 1.2 есть у болта мэджика 1.2 они в принципе уже на уровне вот как бы мельче не надо но у этого есть интересная история вот к этому подходит проводник 12 а к мэджику нужен проводник восьмерка 0.8 да мы просто работаем мэджиками мне не очень нравится что они ну сильно вот сегодня прозвучало да что одно из свойств это упор да катетера его стабильность но не очень нестабильный там при минимальной аттракции контраста ты получаешь да я тоже работаю тысячами я это тоже знаю вот этот катетер во-первых стабильней а во-вторых ты можешь работать с ним на 12 проводнике а 12 проводник это все-таки не восьмерка он все-таки поуправляемой и по надежнему да а цена у них насколько помню где-то ну как все в нейрохирургии космически сопоставимое да то есть цена красного карлика или цена желтого карлика ну это вот по видам дирекшнов о котором мы поговорили да что те кончики которые вращаются почти один к одному передачи вращения то есть на самом деле это удобная опция они одни из первых сделали множество и количество модификаций потому что мы раньше тоже как-то не работали работали прямыми но были ситуации когда вот такая предформированная да дистальтная джейка часть да нам разрешала проблему боковые какие-то отхождения да литроградные отхождения потом проводничком уже аккуратно у вас я был тоже в гостях видел как Качмашев Игорь эмболизировал как раз таки кровотечение артериальное там где-то из какой-то мелкой артерии межреберной и вот такой угол отхождения под 90 помогает без проблем то есть я говорю он хорошо все показывает на шее то же самое ну и в общем завершая весь разговор выбор эмболизата в онкологии зависит от воскулиризации опухоли диаметра количество питающих сосудов наличие коллатерально анатомически значимым структурам артериевенозных шумтов от планируемого объема дальнейшего лечения соответственно мы выбираем чем мы будем лечить пациента частицами жидким агентом жидким агентом сведенным танталом без введенного тантала спирали в онкологии все-таки считаются девайсом менее эффективным для предоперационных эмболизаций они еще могут использоваться вне отложки но для каких-то самостоятельных эмболизаций как-то опасно поскольку может быть рецидив что делать дальше потом будут вопросы но в случае неотложки конечно выбираем эмболизаты наиболее быстрым гемостазом это как правило спирали плаги или полимеры таким образом выбор эмболизата он всегда зависит от конкретной клинической задачи должен полностью отвечать выбранной стратегии дальнейшего лечения пациента уверенность в инструменте является ключом к успеху ну как мы сегодня уже надеюсь сказали жидкие эмболизирующие агенты являются одним из наиболее перспективных и активно развивающихся направлений инструментов интервенционной радиологии жидкие композиции могут работать как в максимальном так и в дистальном русле адекватный подбор средств доставки то есть микрокатетеров проводниковых катетеров позволяет достичь успеха малой крови поэтому всегда нам нужно КТ не верьте тем кто говорит что можно делать онкологические интервенции без диагностики можно но когда у пациента шок геморрагический второй степени можно а когда у нас есть время надо делать КТ прикидывать какой тебе нужен инструмент подбирать его сразу а не по 10 катетеров открывать и тратить их и комбинации жидких эмболизатов с другими эмболизирующими агентами представляют очень большой простор при выполнении интервенции ну как всегда приумножающее знание приумножает печаль да поэтому я думаю сегодня я печали немножко приумножил Игорь Владимирович мне помог приумножить печали наших слушателей но я все-таки надеюсь что рано или поздно в России появится какая-нибудь подобная книжица в которой будет все-таки более-менее собрано то что у нас есть сейчас это было бы вообще великолепно где его взять с чем его едят поэтому спасибо за внимание да спасибо тебе я думаю что очень насыщенная получилась сегодня передача раскрыл ты много важных вопросов ответил на те вопросы которые хотели бы задать но ты их предвосхитив мы стеснялись да да но ты предвосхитил их и ответил уже без самого вопроса рассказав и затронув все такие какие-то краеугольные камни и наши дисциплины и в общем-то это мне кажется эта передача будет полезна не только интервенционным радиологам в сфере онкологии да но и любых других специалистов потому что это и что голова тут и сердце тоже можно все что угодно да ты охватил полный спектр инструментария который используется для эмболизации думаю ну о чем ты не сказал я думаю все взял какие-то что-нибудь есть я я хотел отметить полноту лекции Андрея Андреевича но вот меня несколько заинтересовал вопрос да ваше такое настороженное отношение к микрочастицам к некалиброванным скажем так почему вот все-таки молодым онкологом вы не рекомендуете ими пользоваться ну во-первых микрочастицы все-таки за исключением самых мелких это инструмент для использования с диагностическим катетом ну или их надо очень жидко разводить очень медленно обводить потому что даже микрочастицами не калиброванным не сферическими да там 300-500 микрометров 300-500 микрометров можно забить четырехфранчевую диагностику в принципе я такое видел то есть если их густыми можно можно забить 500-700 это делают на раз-два а 100-300 уже очень мелкие вот поэтому их распределение в тканях мне не совсем понятно все-таки сферические частицы более равномерно по тканям распространяются вызывают более равномерную ишемизацию тканей вот эта вся история с тем что они опять же они не окрашены их не видно но мы же прекрасно понимаем что в принципе можно найти УАЗ Хантер и гонять на нем по городу но это уже немножко устаревшая машина то есть уже есть там более что-то современное надо тянуться да Игорь Владимирович спрашивает ну вот мне кажется что просто это уже немножко устаревшая история да понял да я почему спрашиваю потому что многие компании в том числе сейчас хотят ну уже реанимировали и продолжают продавать те продукты которые с рынка уходили это касается вот как раз таки по моему мамбазина вы сказали что он появился на рынке и просто мне задают тоже вопрос а вот в целом как вы думаете какие партикулярные непартикулярные какими частицами пользоваться но мы на самом деле пользуемся и теми и другими скажем так в зависимости от цели и задачи я не вижу у них прямо совсем такой негативной окраски но тем не менее возможно все-таки вы правы абсолютно что калиброванные частицы обеспечивают более дистальные контролируемые введения но хотелось бы вот в отличие от клея все-таки видеть что ты делаешь диссибитлюми сейчас же в Европе они выпущены рентген-контрастные насыщаемые частицы для химиомболизации когда сразу после химиомболизации можешь адекватно оценить распространение эмболизации у них немножко рентген-контрастность введена но к сожалению пока тоже регистрационный процесс как-то подзатягивается но будем надеяться поэтому большое спасибо за приглашение большое спасибо да спасибо я думаю что эту передачу мы закончим потому что в принципе все академически разложил все технические вопросы касаемые эмболизатов клиническую часть уже нам Игорь расскажет в следующей передаче верно? все согласны? увидимся спасибо друзья до новых встреч до новых встреч до новых встреч